Привет, друзья! Сегодня мы с вами посмотрим вот эту бэушную гитарочку, реплику Gibson Lost Pole Custom. Тёмно-серого, но не чёрного цвета. Видите, да? Там под тонированным лаком волнистый клён всё-таки пробивается. Досталась она мне бэушная, причём сделана она, такое ощущение, что не на тех же фабриках, где обычно я покупаю, потому что там, где беру я, там немножечко другой серийник. Серийник – это, конечно, то, какую чеканку сделали на грифе, возможно, ещё даже до склейки, но, тем не менее, я хочу сказать, что он немножечко может указывать на то, где её собрали. По крайней мере, у меня есть две фабрики, где циферки начинаются на 0.17 или даже три фабрики. Вот. А это было собрано, ну, либо сильно в другое время, либо сильно в другом месте. В принципе, гитарочка собрана из таких же заготовок, как и всё, потому что, как я понимаю, оно всё собирается с примерно одного и того же, с примерно одинаковой фурнитурой. То есть, по сборке каких-то вот таких вот радикальных отличий я не назову. Нормальное, с перламутрованкой, скажем так, с отблеском нанесение логотипа. Колочки типа под гровер. Вот. Ну, попала она ко мне с разбитыми ручками, я их поменял на вот такие, чтобы уж если золото, то всё в золоте хорошее, ровненькое, с нормальным запасом бриджа по высоте. Да, потому что иногда бывает, что бридж уже лежит, а высота ещё больше, чем надо. Из того, что я с ней сделал. Немножечко шлифанул воды по высоте, немножечко пильнул пазы в порожке, чтобы на нулевом ладу высота тоже была окей. И дальше, ну, у меня она попала с достаточно сильно засратой накладкой грифа. Вот. Поэтому я её вычистил. И так как она... Вот почему надо гриф в чистоте и в порядке содержать? Дело не только в том, что грязь – это неприятно. Дело не только в том, что грязь с пальцев раньше изнашивает струны, потому что забивается, в обмотку попадает. Дело в том, что всё-таки это какая-то ядрёная химическая среда. Вот. И под слоем гадкого жира такое ощущение, что деревяшка, она портится, она становится мягче, вот, быстрее изнашивается. То есть, если вы видели гитару у людей, которые после поедания селёдки голыми руками идут играть на блатных аккордах, у них в тех местах, где пальцы касаются грифа, там прям вмятины, прям вот как бы видно, что этот человек – любитель блатных аккордов. Вот. Поэтому я здесь использовал не обычное лимонное масло, которое у меня тоже есть. Я использовал фирмы Гаппа масло с воском, которое, в принципе-то, идёт как материал для натирания половых досок. Вот. Мне один знакомый краснодеревщик посоветовал. Там именно прикол в том, что верхний слой, когда кристаллизуется, он становится твёрже, плотнее. То есть, благодаря этому материалу я как бы чуть-чуть восстанавливаю декоративно и чуть-чуть упрочняю вот этот верхний слой палисандра. Вот. Пожалуй, на этом обзор закончим, потому что всё остальное в ней хорошо. Сейчас я запишу, как это дело звучит. Субтитры сделал DimaTorzok